Максимально худко оказать необходимую допомогу. В Жлобине проверили готовность аварийных службов и насильництва для реагования у надзвучайной ситуации. Часовым учебным центром стала местная теплоэлектроцентраль. Именно там, по легенде, здарился пожар. У эпицентра подея оказалась и наша здымочная бригада. Жлобинская ТЭС, начальник смены Митлужка. Произошел взрыв в топке Котлаковых ГМ-50 номер 3. Горит технологическое оборудование. Адрес улицы Ленинградская, 7А. Одночасово с выкликом спецслужбов у работы по минимизации наступства надзвучайной ситуации включаются супрацовники предприемства. Отказные особы притримливаются формулы деяний, остатний працовный коллектив эвакуируется. У лишенной хвилины на теплоэлектроцентраль пробывают бригады выротовальников, худка меддопомоги аварийной газовой службы и электросеток в сопровождении держа автоинспекции. Уси разом приступают до ликвидации надзвучайной ситуации и ее наступства. У координу и деяний каждой службы оперативный штаб. Зладженная работа худка да и выники. Районные службы районного звена областной подсистемы, государственной системы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций сработали на 10 баллов. Жлобинская ЦЭЦ является одной крыльницей тепла и гаража гаводозабеспечения в городе. Любая аварийная ситуация может привести до масштабных наступствов. К тому разом со спецслужбами по зачерговую практичную тренировку по реагованию на надзвучайную ситуацию проходили и супрацовники теплоэлектроцентрали. Работники Лобинской ЦЭЦ оперативно выполнили те задания, которые положены согласно плану ликвидации аварий и выполнили те мероприятия, которые обеспечивают доступ в службу города для приведения соответствующих мероприятий по тушению пожара. После завершения отпрацовки деяния спецслужбами, супрацовникам теплоэлектроцентрали пропоновали пройти квесты по правилам, поводенным в надзвучайных ситуациях. Оказание доурочебной допомоги при утоплении, ликвидация узгорания, формула деяния узвучайного наведывальника гандлевого центра при возникнении пожара. Энергетики отказывали на пытании, на практице показывали способы выезти с ситуацией и делились особистым опытом. Очень полезно и содержательно получилось все это мероприятие. Считаю, что почаще надо. Это все-таки безопасность, безопасность наших близких, наших детей. Поэтому чем больше такого подобных мероприятий будет проводиться, тем лучше. Удел акции приняли так само супрацовники газовой службы, и они представили выставу сучасной спецтехники, которую выкористовывают в своей повседенной праце. Одразу по завершении кампании «Один и день безпеки» с 10 вересня в Украине стартует месячник безпеки по правилах использования газа в области. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадо и компания «Гомель», Сажлобина.